Привет, с вами Велосиком, сегодня расскажу об аксессуарах для своих Apple девайсов сезона осень-зима 2015, мой любимый HardGraft, док-станция фантастическая, что здесь узнаете в конце ролика, абсолютно безумная вещь, ну а Apple Smart Battery Case, казалось бы, что он делает в этой картине идиллия, мне кажется, что-то должно быть ужасное, потому что когда все идеально, это не здорово, Apple Smart Battery Case, фу-фу-фу, ушел из кадра, поехали! Новогодняя распродажа на gd.ru, длина до 18 декабря, отличный способ, выгодно купить подарки себе и близким с бесплатной доставкой, в отличие от других китайских магазинов, заказы прилетят до нового года, подробности в описании. Для начала хочу реабилитировать док-станцию с PullDog, внимательные зрители уже заметили, что эта штучка была у меня в подобном видео на канале, но тогда ее захейтили совершенно справедливо, потому что я не до конца донес мысль, а я сейчас, кстати, заметил, что логотип напоминает, напишите в комментариях, что вам напоминает, а я так вижу иголку с ниточкой, что-то подобное. Док-станция классная, она универсальная, подойдет как для айфона, так и для любого андроид-смартфона, она выполнена основой из керамики, здесь дерево, здесь войлок универсальная, и при этом она имеет некий органайзер внутри, опа, разъединили, сюда подключили Lightning или microUSB, закрыли, вот так вот покрутили, и провод не свисает некрасиво со стола, а все здесь упаковано очень качественно. При этом, смотрите, можно разъединять вот эти штучечки и вставлять либо тонкий смартфон, либо толстый смартфон, как вам больше нравится или какой у вас сейчас в наличии. То есть для меня, например, вот так подойдет, и я совершенно спокойно могу установить сюда свой iPhone 6s Plus, и держится он не очень уверенно, потому что мы неправильно с вами сделали, потому что надо вот так вот поменять местами, и вот теперь он стоит как влитой, ага, не падает, отлично. Но, почему захейтили? Потому что я показал вам не до конца все возможности, здесь клейкая лента, отлично, я не буду все открывать одной достаточно, вот так вот к столу приклеиваем, и эта штучечка держится, соответственно, когда вы вставляете телефон с проводом, вы совершенно спокойно можете его снимать, не придерживая ее рукой, потому что она действительно, о, приклеилась очень и очень круто. Так что классная в хозяйстве вещь, а? Но это все были цветочки, ягодки вот в чем. Опять же, постоянные зрители канала знают, что свой iPhone 6 Plus, а теперь 6s Plus я ношу вот в таком чехле Hardgraft. Да, за год он испачкался, износился, поцарапался, но в этом его прелесть, поцарапался, износился чехол, не телефон. Он остается защищенным при транспортировке, вот так вот просто туда засовывается, и Hardgraft защищает его от падений, от царапин, от всяких внешних факторов. При этом это не просто чехол, а также еще и кошелек мой. Здесь хранятся карточки, здесь хранятся там всякие визитки и полезные документы, и все это в одном месте. Как правильно шутили в комментариях, если уж потерять, то все сразу, карточки и телефон. Но тем не менее, действительно очень и очень достойная штука, и единственный момент меня огорчал, то, что он серого цвета. Раньше у меня был кожаный, такой классный, и спасибо ребятам из Hardgraft, что они фактически меня услышали, и сделали ровно такую же версию, но при этом с текстурой, с коричневой такой кожей. И самое крутое в комплекте идет iPhone 6 Plus золотой, а? А? Шутка юмора, минутка. На самом деле все ровно то же самое, здесь 3,5-мм разъем без проблем подключается, здесь у нас два отделения, можете использовать как хотите для карты всего другого, и отделение для телефона, куда он, собственно, помещается без проблем. Но чем больше пользуетесь, тем проще он, что называется, входит и выходит. Очень крутая штука, очень дорогая, но при этом своих денег стоит. И как подарок, я считаю, это одна из лучших вариантов на сегодня, если человек подобные фишечки любит. Если есть желание одеть какой-нибудь кейс и какую-нибудь пленку, вообще, флаг вам в руки. Но я предпочитаю вот так и ношу защищенно. Перейдем к экономным аксессуарам. Ну, как экономным, от слова живем один раз, была не была. Уберите от экранов женщин, детей, стариков, школьников. И я все равно не скажу, сколько стоит то, что находится в этом мешке, потому что по ссылочке сами перейдете, посмотрите, а то кому-нибудь хватит какой-нибудь удара, а мне потом отвечать. Зачем? Hardcraft вообще фирма не дешевая, чтобы вы понимали, а находится здесь сумочка. Вот так вот я ее достану, и она совершенно потрясающая по двум основным параметрам. Во-первых, она красивая, а? Ставьте лайк, если она красивая. Она странная, но красивая. Но в чем прикол? Она необычная, смотрите, трансформер, мать его. Вот так вот можно ее разложить, и сюда помещается уже вообще все, что угодно. Хош MacBook 15, хоша MacBook Air 13, iPad Pro, кстати, влазит. Вот так пополам, если сделать, то помещается тринашечка. Вот так, пятнашечка. Вот здесь вот у нас специальный кармашек, куда совершенно отлично помещается зарядка от MacBook и прочие аксессуары. И кармашечки всякие на молниях, и все остальное классное. И ремешок, конечно же, в комплекте идет, я просто не буду показывать. Но и внутри есть отдельные всяческие дополнительные карманы. И здесь у нас новый войлок, и здесь у нас Hardcraft, и очень-очень классно. Здесь магниты, короче, сумка крутая. Если вам нужен статусный подарок, классный, ну, поцарапал немножко пока носил, она вам очень и очень зайдет. Вот. Единственный минус, единственный. Она не предназначена для, скажем, такого, ну, повседневного злого использования, потому что ее нельзя поставить. У нее такая форма, что у нее фактически нету дна. Хорошо, когда у сумки нету дна, я так считаю. Но при этом поставить ее не получится, только положить, повесить на спинку стула или что-нибудь в этом роде. Но как задача переноски своего замечательного MacBook'а сумочка справляется на 10 из 10. 10 из 10 это прям вот победа. Я долго искал что-нибудь действительно достойное, в чем можно носить свои девайсы. И в этом смысле Hardcraft снова не подвел. Переходим к самому интересному. Две черные таинственные коробочки. Что же там внутри? Очевидно, какие-то аксессуары для айфона, судя по размеру. Но что конкретно в каждом лежит, я сам не знаю. И давайте интерактив проведем. Вы управляете моей рукой. Какую откроем первой? Чувствую я левую, правую. Да, да, правую. Окей, согласен. И здесь у нас разбитый айфон 6. Но, смотрите, это Exo Vault. Очень, опять же, небюджетный аксессуар. И чем он прикольный? Это не просто бампер классный. Смотрите, как сделан. Он сделан очень круто, на самом деле. Здесь у нас деревянные вставочки. И дизайн необычный. Я не фанат подобных штучек, как вы знаете. Но при этом вот это мне понравилось именно своей необычностью. Опять же, как подарок. Как некая, наверное, сувенирная продукция. Не дешевая. Это очень-очень крутая штука. Но и сам бы я не отказался с такой походить, если бы любил подобные штуки. Чем мне нравится? Знаете, обычно эти бамперы на всяких там болтиках нужно раскручивать. Хрень! Па-бам! Здесь у нас магнитная, совершенно классная конструкция. Оттуда достается айфон. И здесь он у нас хранится. Ничего не царапается, потому что здесь специальная прокладочка. Кладем его обратно. Он совершенно хорошо здесь фиксируется. На магнитиках закрывается. И ничего не выпадет. Да? Потому что есть опасность, что магниты не удержат. Ни хрена подобного. Держат они достаточно сильно. Открывается все это с усилием. И вот так вот ходим. Надоело. Открыли, достали. И все забыли. На самом деле я потрясен, насколько простая и при этом банальная, но крутая штука. Магнитный бампер. Блин, круто. Осталась последняя коробочка интрига. И здесь снова бампер. И, кстати, на болтиках. Но, блин, мега крутой. Он очень легкий. И при этом смотрите, какая конструкция. А, я сейчас его соберу и покажу, как это выглядит непосредственно на телефоне. Каких-то 40 минут и конструкция завершена. На самом деле выглядит действительно очень круто и не мешает пользоваться кнопочками. Все отсеки доступны. Все можно потыркать. Блин, вот это вот очень крутая штука. Если бы он еще и в Hardgraph в такой конструкции влезал, цены бы ему не было. Но, к сожалению, не в этой жизни. А так, мне очень нравится. Серьезно. Я прям фанат подобных штучек. Если вот говорить о каких-то аксессуарах в виде набалдашников, которые ты носишь на своем девайсе, пускай они будут стильными. И такие, знаете, которые отражают вашу, ну, какую-то сущность. Сущность вашу если отражают, то это было бы круто. И вот эта штучечка, да. Правда, стоит как тоже сущность. Но при этом все хорошее в этой жизни стоит. Каких-то, блин, неразумных денег. Вот о таких классных аксессуарах я вам сегодня рассказал. Этот, этот и этот буду использовать. Эти пойдут на сувениры. А вы напишите в комментариях, какой и почему вам в большей степени понравился. Подписывайтесь на канал, и тогда у вас будут деньги на вот такие странные штуки. И вообще вас ждет удача в 2016 году. Отвечаю. Ставьте лайки. И также подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм и группу ВКонтакте. Пока. Нух, Apple Smart Battery Case завис над этим роликом. Он как хищник традется из какой-нибудь травы. Ставь лайк, если тоже боишься его. Я, например, лучше оставлю и пойду, пожалуй.